Идешь по коридору общежития и закрываешь нос от запаха канализации, а глаза от вида плесени и грибка на сырых стенах. Без резиновых сапог заходить сюда нежелательно. Можно ненароком угодить в лужу из фекалий. Здесь живут очень много маленьких деток. Смотрите, фекалии на сегодняшний день вот. Вот это вот все фекалии, это все моча. Это все моча текла, вот она течет. И вся заходит по штыкам, она заходит и идет прямо в комнаты, и к детям, и к людям. А вот в таком состоянии находится электрощитовая. На протяжении многих лет жильцы дома опасаются. Из-за канализационных стоков, которые текут по стенам, не раз замыкали провода. Проблему коммунальщики решили, отключив электричество на неопределенный срок. Электрика, провода течет, вся вода по проводам. Вся вода течет по проводам. И когда сегодня вызвали, этот человек пришел и смеялся. А мне плакать хочется, что наши дети живут в такой вот антисанитарии. В доме отсутствуют даже минимальные санитарные условия. Одним приходится купаться в плесени вместе с остальными, другие же выбрали якобы более гигиеничный вариант. В комнатах по частям, а летом в умывальнике закрываем дверь и там смываемся так, ковшиками. Начальник местного ЖЭКа лишь разводит руками. Говорит, в этой ситуации сложно найти компромисс. Жильцы дома сами виновны в том, что довели свой кровь до такого состояния. Все перестройки, которые они здесь совершили, меняя конструкции дома, сантехники, делали на свое усмотрение, кому как удобно. Кто ставил туалет себе в квартиру, комнату, кто просто отмаривал общий санузел, сделал себе комнату, кто просто решил лучше забетонировать санузел, потому что ему так удобно. По словам начальника ЖЭКа, из-за самодеятельности жильцов сантехникам сложно добраться до очага проблемы. Поэтому уверен, что люди должны ремонтировать трубы за свой счет. Когда люди делают изменения в конструкции сантехнических узлов, они нанимают людей с рынка и платят им деньги. Когда случаются проблемы, вы должны нам это сделать. Я еще раз говорю, давайте пройдемте на этажи и посмотрим состояние, что люди настроили, как сантехник может прийти разобраться в этой всей конструкции. Вся разводка, снятие унитазов, частных, их унитазов, будет за их счет. Жильцы общежития возмущены тем, что ЖЭК не выделяет ни копейки на ремонт дома. Из-за повышенной влажности в квартирах отслаиваются потолки, грибок на стенах, а дети пропускают занятия из-за постоянных болезней. Весну местные жители встречают без настроения. Нарина Щегова, Игорь Лапчевский, телеканал «Репортер».